Народ против. Жители Куковки вышли на митинг против уплотнительной застройки. Легковушка загорелась, автобус сошел с дороги, а бензовоз оказался на обочине. Спасатели четырех стран ликвидировали условное ДТП на трассе Кола. Промышленные территории Петрозаводска вдохновили голландскую художницу на творчество. В медиа-центре «Выход» открылась выставка ее работ «Рефлекшн». Добрый вечер на канале Ника+. Время новостей в студии Алена Сянзи. Спасатели из России, Швеции, Финляндии и Норвегии устроили групповое ДТП и перекрыли федеральную трассу. За вторым этапом международных учений «Баринс Рескью» наблюдал Александр Лычагин. Для учений спасатели выбрали федеральную трассу Кола, единственную в республике автомагистраль, которая покрыта асфальтом не частично, а полностью. Поэтому число тяжелых ДТП здесь традиционно велико. Дан старт второго этапа учений. По легенде на трассе Кола произошло массовое ДТП. Старенький СААП вылетел в кювет и загорелся. Автобус с иностранными туристами сошел с дороги. Бензовоз оказался на обочине, и топливо стало течь. А водители двух видавших виды авто стали пленниками собственного транспорта. Мотоциклисты мобильного комплекса «Керасир» в течение нескольких минут потушили вспыхнувший автомобиль. Спасатели из Петрозаводской Финляндии провели разблокировку автобуса и эвакуировали детей. Финские пожарные обезвредили поврежденный бензовоз, а сводные интернациональные отряды спасателей освободили пленников. Для этого им пришлось поработать пилой и топором. По словам организаторов, учения прошли в условиях, максимально приближенных к боевым. Никаких абстракций. Эти ситуации возникают достаточно часто не только в Российской Федерации, но возникают и в других странах. Иностранные гости подтвердили. Дорожно-транспортные происшествия – общая беда, которая не признает границу. У нас, конечно, хорошие дороги и безопасность обеспечиваются. Тем не менее, происшествия случаются и довольно часто. Результатами спасатели остались довольны. Учения продолжатся завтра, на этот раз на воде. За развитием событий будут следить Александр Лычагин, Александр Борисов. Телеканал НЕКО+. Понтонный мост в Соломином перекроют на 5 часов. Случится это в ночь с четверга на пятницу с 0 до 5 часов утра. Работники компании «Техрент» подтянут и восстановят поврежденные тросовые соединения. На время работ движение транспортных средств и пешеходов по мосту будет ограничено. Что не так? Сегодня жители Петрозаводска рассказывали о своих проблемах волонтерам прямо на улице. А члены общественной палаты приехали в столицу Карелии, чтобы поговорить об этом за круглым столом. В центре города волонтеры установили хэштег и флипчарты. У жителей Петрозаводска пытались выяснить, что не так. Дороги чаще всего. Потом, может быть, идут заработные платы, повышение заработных плат, пенсии и так далее. Проблемы с тротуарами, проблемы с безунами. То, что в городе очень много крыс, которые особенно в центре даже, которые, во-первых, это портит вид города, и, во-вторых, это и проблема с возможностью эпидемии и так далее. Жалобы Петрозаводска в формате А3 волонтеры пообещали передать членам Общественной палаты Российской Федерации, которые тем временем общались с представителями некоммерческих организаций и журналистами. Главный вопрос тот же. Что же все-таки не так? Что не так? Это не только для того, чтобы покритиковать и сказать, что вот это плохо. Нет, для того, чтобы найти путь. Основная тема – создание комфортной городской среды при участии активных граждан. Что сейчас нам важно? Важно в виде того, что я сказал, предложение от вас. Что есть самое интересное в регионе? Что есть самое актуальное? Как нам помочь это сделать? Участники круглого стола предположили, что одна из главных проблем в том, что люди сами не знают, как правильно развивать городскую среду. В качестве решения в Карелии предложили создать дискуссионный клуб для активных граждан. Маргарита Михайлова, Владимир Волотовский, телеканал Ника+. А вот жители Куковки и без дискуссионных клубов знают, что в их районе не так. Рядом с кадетским училищем они организовали пикет против уплотнительной застройки. Людей возмутило возобновление работы строительной техники под окнами. Подробности в нашем следующем сюжете. Больше сотни жителей Куковки вышли на пикет против строительства 25-этажки. Ее давно пытаются возвести в одном из дворов на улице Балтийская, где и так не хватает места ни для парковки, ни для детских площадок. Но самое страшное произойдет, если высотка упадет вместе с новоселами. Ведь здесь плавучие грунты. Они просто не выдержат, когда к существующей нагрузке добавится еще. Я эту территорию с раннего детства знаю. Мы сюда за клювы ходили. У нас покосы здесь были. Здесь коровы тонули. Они хотят дома поставить. Здесь проходит тектоническая зона северо-западного постсерания. Экогеолог могу вам сказать. И все, все рухнет. Два года назад жителям вместе с активистами партии «Справедливая Россия» удалось остановить стройку. Но власть в республике сменилась и работы возобновили. Да его плевать, он в Москве живет, этот олигарх. Он вот здесь башню построит, извините, из последних каких-то дешевых материалов. И продавать начнет. Мы в прошлый раз остановили. Вот подошла ко мне женщина и говорит, а какой ответ был из прокуратуры? Прокуратура два года назад его напугала. Но два года прошло, и он вдруг подумал, что все можно. Это что такое? Это вседозволенность. Пора нам остановить вот эту вседозволенность. Собравшиеся единогласно приняли резолюцию, в которой потребовали запретить возведение здесь 25-ти этажки и остановить уплотнительную застройку во всем Петрозаводске. 31 августа на улице Герцена был похищен рюкзак с имуществом и деньгами. Полиция Петрозаводска разыскивает подростков, которые могут быть причастны к краже. Их трое. Правоохранительные органы просят горожан помочь установить личности этих молодых людей. Отличительная примета рюкзака – белая тканевая аппликация в виде глаз. Если вы узнали этих людей или их запечатлел ваш видеорегистратор, сообщите об этом в полицию по телефону 02 с мобильного 102. Паги зе мукар ялаксе. Говорим по-карельски. Научиться говорить и читать на собственно карельском и ливиковском наречиях могут все желающие, независимо от уровня знания языка и возраста. Причем абсолютно бесплатно. Общественная организация «Союз карельского народа» объявляет о наборе на курсы карельского языка. Прием заявок на обучение в Центре национальных культур на площади Ленина. Открытие курсов состоится 2 октября. Марк Твен, Кир Булучев и Виктор Драгунский. Произведения этих авторов читают петрозаводские дети. Ученики Петровской школы рассказали о своих литературных пристрастиях известным писателям – Ларисе Романовской и Шамилю Идиатулину. Писатели, в свою очередь, поведали журналистам, как сложно следить за сленгом подростков, а также рассказали, как прививать любовь к чтению. Как заставить ребенка читать? Известные писатели Лариса Романовская и Шамиль Идиатулин поделились с журналистами своими способами. Если личный пример не помогает и сумерки не захватывают, надо просто запретить книги. Тогда ребенок сам потянется к печатному слову. В том, что тягу эту будить необходимо, писатели убеждены. Чтение – это самый главный инструмент, который делает из такой болванки человека, настоящего человека. У него за счет этого там пальцы начинают двигаться, голова начинает работать, извилин начинает шевелиться. Без этого никак. Затем взрослых собеседников сменило младшее поколение. Оказалось, карельские дети с удовольствием читают как детскую классику, так и современную прозу. И сами пишут стихи и рассказы. Лариса Романовская рассказала ребятам, как стать еще и критиками книг для детей. Для этого надо принять участие во всероссийском литературном конкурсе «Книгуру», проголосовать за понравившуюся книгу и написать о ней хоть пару слов. В отличие от школьных сочинений, у нас там нет оценок. Никто не обращайте внимания ни на опечатки, ни на запятые, ни на ошибки. Это не на оценку. Это от вас. Нам, ну вот, не стесняюсь. Ругать можно. Романовская и Идиатулин – признанные мастера детской литературы. Лариса Романовская недавно стала лауреатом одного из всероссийских литературных конкурсов. А мистический триллер Шамиля Идиатулина «Убыр» в свое время получил международную литературную премию имени Крапивина. Мария Валетова, Александр Борисов, телеканал «Ника Плюс». Заброшенные склады и промышленные территории Петрозаводска вдохновили голландскую художницу Рози Хоупен на создание русской серии. Ее персональная выставка «Рефлекшн» открылась в медиа-центре «Выход». Открытию предшествовали три месяца работы в карельской арт-резиденции. Рози рассказывает, в Нидерландах вы не встретите заброшенных зданий. Россия в этом плане – идеальное место. Опустевшие дома и промышленные территории интригуют голландскую художницу. Причем страха перед петрозаводскими руинами нет совсем. Со мной ничего не случилось в заброшенных местах Петрозаводска. Я поняла, что когда заходишь в такие места, можно увидеть человека, который там ночует. Если сравнивать с Нидерландами, то у нас такого нет. Если в здании никто не живет, его тут же сносят, а отходы вывозят. В одном из запустевших промышленных мест Рози нашла лужу мазута и решила, что это может быть интересной краской. Во многих работах художница использует нефтепродукт. Кроме интересной фактуры, он дает картине и запах. Изначально любое сооружение строится для человека, для того, чтобы его спасти, оградить и охранять. Когда мы видим здания покинутыми и разрушенными, мы имеем возможность туда войти. Эти здания хранят внутри историю и что-то интересное. Любопытные находки на одном из складов художница решила использовать в качестве холстов. Кто-то натянул плакаты советского времени и флаги, как полотно для строительных носилок. Вид носилок так понравился художнице, что она решила писать на этих полотнах. Вдохновением для Рози стали не только заброшенные дома. На самих работах мы их не найдем. Рози показалось интересным соединить новую и старую архитектуру. На это художницу вдохновил в том числе Санкт-Петербург. Мне понравилась комбинация старых зданий и новых жилых районов. Мне захотелось их соединить. У старых зданий столько орнаментов, и сами они построены по-другому, нежели современные районы. Новое здание я разместила здесь, потому что туристы, мне кажется, их не замечают. Захотелось привлечь внимание к современной постройке. Голландская художница заявляет, что во время работы в Карельской резиденции обрела источник вдохновения в окружающей среде города. Кстати, увидеть работы Рози можно будет до 22 сентября. После художница увезет их в Голландию. Юлия Кучеренко, Евгений Евдокимов, телеканал НИКА+. Это все новости к этому часу. Я, Леон Асянте, с вами прощаюсь и желаю приятного вечера. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин